В мировой истории XIX века присутствует очень много сведений о производстве и использовании горючих газов практически во всех развитых на тот момент странах. Многие скептики, и вполне небезосновательно, считают, что существовавшее на тот момент газовое оборудование различного назначения было настолько развито, что его можно перепутать с электрическим оборудованием. Кроме того, не просто с электрическим оборудованием, а с тем, которое использовало утраченное ныне потребление энергии из атмосферного ресурса. Может, тут есть какой-то подвох? Давайте попробуем понять. Спойлер, подвох есть. Но прежде чем углубляться в тему, рассмотрим краткую историческую справку. Природный газ в промышленном масштабе стали использовать только не ранее 30-х годов прошлого века. В частности, впервые в СССР и вообще в отечественной истории газопровод «Саратов-Москва» был введен в эксплуатацию в 1942 году. Отложим в памяти это событие благодаря трудам все того же Берии. В государственном масштабе природный газ начал использоваться только в 60-х годах. По ряду причин использовать природный газ в промышленном масштабе, ранее второй половины XIX века, люди не могли газ в те времена добывали другими способами. Если их обобщить, то это было высокотемпературное воздействие на различные материалы и компоненты, древесину, уголь или нефть в замкнутом пространстве. Способов добычи такого газа было несколько в зависимости от сырья, на протяжении лет они совершенствовались. Основным его применением было освещение помещений и улиц. Газ так и называли – светильный газ. По официальной истории, подобное газоснабжение в начале XX века не выдержало конкуренции с набирающим обороты электроснабжением и кануло в лету вместе с заводами по производству этого газа. Определенная логика в этом есть. Светильный газ, несмотря на технологическую очистку при добыче, содержал много примесей. При сгорании светильного газа в воздух выделялись вредные вещества, да и сами светильники не могли иметь ту производительность, которую давали электрические. Несмотря на ряд совершенствований газовых осветительных приборов с изобретением калильных фонарей, картина изменилась незначительно. Электрические осветительные приборы медленно и верно вытесняли газовые. Давайте сейчас не будем принимать во внимание, что в XIX веке существовало электрооборудование, работающее за счет атмосферного ресурса, в том числе и. Осветительная – это тема для другой статьи. Представим, что все было так, как написано в официальной истории в отношении эволюции газовых и электрических осветительных приборов. По информации от одного из читателей, живущего в Европе и интересовавшегося этой тематикой, получены довольно интересные данные о борьбе газа с электричеством в очень западной части, когда она еще не имела никакого отношения к СССР. Это помнят старые люди, которые там живут. С их слов, картина выглядела следующим образом. В конце XIX века практически все дома во Львове имели индивидуальные электрические установки на крышах. Эти установки обеспечивали удовлетворение всех бытовых потребностей освещения, отопления, гигиена, приготовления пищи, как и договорились, в подробностях про это далее не будем. Далее по непонятной причине эти установки начали менять на бесплатный газ, который разводили по дому в специальных трубках из материала, похожего на свинец. Эти трубки прятали в штукатурку. Иногда дома строили прямо под газоснабжение, эти трубки закладывали сразу на фазе строительства. По непонятной причине газификация домов шла несистемно, и с отторжением бывало такое, что на одной стороне улицы чередовались дома С. Электроснабжением и газоснабжением. Их даже маркировали специальными символами, которые сохранились до сих пор. Слева дом, в котором был газ, справа электричество. Оба символа находятся над дверями. Видимо, это имело какое-то значение, и лицам, намеревавшимся купить или арендовать жилье, было не все равно. Но дальше еще интереснее. В 20 веке оба этих способа стало стремительно вытеснять проводное бесплатное электричество. В газифицированных домах провода стали проводить в тех самых трубках, где ранее шел газ. И спустя какое-то время, это электричество стало платным, сначала символически, затем не очень. Для чего были нужны эти комбинации с бесплатным газом, а затем с бесплатным электричеством? Здесь все довольно просто. Кто-то из исторических персонажей говорил, что халявы на этом свете не бывает. Если тебе дают что-то бесплатное, то значит, что за это заплатил кто-то другой. А кто мог платить в данном случае? Ведь газ производили заводы, которые функционировать бесплатно не могли по определению. Но вернемся к этому позже, а сейчас вникнем в матчасть. В сети имеется один интересный труд по истории искусственных горючих газов. Составляли его люди имеющие ученую степень, и при этом они работали со многими литературными источниками, поэтому нет смысла не доверять этому труду. Некоторые цитаты оттуда хотелось бы привести для полного понимания происходившего в то время. Наибольшего размаха получения искусственного горючего газа достигло в Северной Америке. В 294 граммах. В США насчитывалось 23 газовое общество и в Канаде 2308. Из этих обществ 18883 эксплуатировали каменоугольный газ. 21 888 употребляли другие способы добывания газа. Преимущественно добывали водяной газ. Из 2210 газовых обществ в Пенсильвании существовали 6 обществ, эксплуатировавших природный, Натарджас, газ, нефтяных месторождений. Из этих 6 обществ, одно общество Брэдфорд Гэслейт, Эдхиттен, С-230, показывало годовой расход газа в 34 миллионах кубических метров. В Англии в 1890-1991 году насчитывалось 594 газовых завода. Количество проданного газа 2915 миллионов. М-460. Число потребителей 2,3 миллиона. Число уличных фонарей 460 тысяч. Штук. Длина газоносной сети 35 тысяч 150 километров. В Берлине потребление газа в 1890-1991 году достигло 94 миллиона кубических метров. В Париже ежегодное потребление газа дошло до 308 миллионов кубических метров. В России газовая промышленность не имела таких размеров, как за границей. В 1888 году. В России было чуть более 210 газовых заводов. 30 из них. Служили для освещения городов 270 фабрик и 227 железнодорожных станций. Число газовых заводов на фабриках и железнодорожных станциях не может служить мерилом газовой промышленности страны, так как. Эти заводы были небольших размеров. В 203 граммах. 220 заводов употребляли каменный уголь, 22 – дерево, все остальные нефтяные остатки или нефть. В России, включая царство Польское и Финляндию, всего 23 города освещались газом. Светильный газ, употреблявшийся для освещения городов, преимущественно каменноугольный, только Казань и Ялта освещались нефтяным газом. Киев – смешанным, древесно-нефтяным, Вильно и Гельсингфорс – древесным газом. Из всех городов России Петербург потреблял наибольшее количество газа, хотя потребление газа ежегодно уменьшалось. Так в 1886 году. Все петербургские газовые заводы продали 21,1 миллиона. М3 газа, а в 1890 году только 20,23 миллиона кубических метров. Количество потреблявшегося в год газа на одного жителя. В Лондоне – 176 кубических метров. В Брюсселе – 111. В Париже – 108. В Берлине – 86 кубических метров. В Вене – 70. В Варшаве – 27,4. В Петербурге – 20,2 кубического метра газа. Очень интересные данные приведены по России. Почему такой дисбаланс потребления газа, если империя в те времена уже владела и донбасским углем, и бакинской нефтью, и имела сеть железных дорог для транспортировки всего этого? Неужели вся страна освещалась свечами и лучинами? Судя по архивным историческим фото, никак нет. Даже в уездных городах, в богатых домах, висели люстры на потолках, которые многие исследователи идентифицировали как газовые. Так, может, они были совсем не газовые? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Причин здесь может быть несколько, от банальных приписок в статистике до темного периода в российской истории, от франко-прусской до русско-японской войны. Именно в то время, судя по фото, города были опустевшими, лесов практически не было, а огромные реки пересохли. Не исключено, что это было результатом некой стихии, которую скрывают все исторические источники. В стране царил хаос, и населению было не до газа. Еще одна интересная фраза, так, в 1886 году. Все петербургские газовые заводы продали 21,1 миллиона кубических метров газа. Так, кому же продавали газ эти самые петербургские заводы? Очень много непонятных вопросов, но продолжим. В дореволюционной России газовое производство было ничтожно. В 1906 году. В восьми крупных городах. Петербурге, Москве, Риге, Одессе, Харькове, Ростове-Эн-Дону, Ревеле и Варшаве. На одного жителя было произведено не более 13,3 кубического метра газа. В 1915 году. Имелось лишь 20 газовых заводов. В 1929 году. Функционировал лишь московский газовый завод, производивший около 24 миллионов кубических метров. Очень странная тенденция. Великая империя, над которой никогда не заходило солнце, и которая по количеству населения была в первой тройке существовавших в то время империй, медленно и верно отказывается от газопотребления. И это в то время, когда до 1917 года в стране идет промышленный бум. Что было после 1917 года, все знают, но тем не менее в 1929 году остался только один газовый завод. Неужели все так быстро перешло на электричество по плану ГЛРО? Конечно же нет. Электростанции, выстроенные по этому плану, были возведены только в 1932 году и точечно при крупных городах. Для чего же большевикам понадобилось закрывать газовые заводы? Неспроста Г. Уэллс отзывался о Ленине, что тот, отвергая всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию электрификации. Но Ленин в утопию совсем не впадал. Он был хорошо мотивирован извне, продвигая этот план, да и большую его часть реализации он не застал. Так чем же перед большевиками, так провинились газовые заводы? Вроде как идеологически они под культовые сооружения не подходили. Еще один непонятный вопрос, но продолжим. Наибольшее распространение имеют газы, получаемые в специальных печах, генераторах, ретортах, из твердого топлива и из нефти. Немалое значение имеют газы, получающиеся как побочные продукты в металлургии, доменный газ, газ коксовых печей. Генератор. Вертикальная или шахтная печь, выложенная внутри огнеупорным кирпичом. Нарис. Один показан самый простой тип генератора. Что может быть проще? Снизу нагнетается воздух, чтобы поддерживать горение. Нижний слой сырья сгорает, нагревая верхнее и вызывая их термическое разложение. Полученный газ в неочищенном виде выходит в трубу сверху. Сырье загружается также сверху. Именно в таком виде, в исторических источниках, ретортные печи встречаются практически везде. И мы получаем, что для производства газа какая-то часть сырья сгорает. Есть некоторые вопросы к этой картинке, но, наверное, для общего восприятия этого достаточно. Перейдем к технико-экономическому обоснованию. Добывание светильного газа производится преимущественно из того сорта углей, который носит специальное название газовых углей и содержит мало золы и серы. Такие угли дают хороший выход газа из одного пуда 213, 180 фут 3 или 0,28 минус 0,30 м3 кг. Допустим, что обычный каменный уголь дает выход светильного газа 0,3 м3 кг. Если в 1886 году все петербургские газовые заводы продали 21,1 млн, м3 газа, то они израсходовали на него угля в количестве 70,333 тысячных тысячи тонн. Это 1034 современных полувагона грузоподъемностью 68 тонн. Откуда там мог взяться уголь в таком количестве, если Екатериновские железные дороги, связавшие юзовские шахты в Донбассе с Санкт-Петербургом, были введены в эксплуатацию в 1904 и 1908 году? Допустим, уголь мог попасть через порт из-за границы, но опять же, откуда ему взяться? Глядя на успехи стран Европы в производстве газа, можно сделать вывод, что все свои собственные и колониальные ресурсы угля они расходовали только на себя, а если что-то и продавали в Россию, то малую часть. Получается очередной исторический нонсенс. Либо газ в Санкт-Петербурге производился не в том объеме, как нам преподносит статистика, либо его добывали не из угля. А скорее всего, и то, и другое. К сожалению, в свободном доступе нет фотографий газовых заводов России 19 века, чтобы оценить их мощность хотя бы приблизительно. Однако, фото газовых заводов других стран 19 века в сети имеется очень даже много. Это газовый завод небольшой производительности в Германии, конец 19 века. Очевидно, завод работал на древесном сырье, горы которого лежат поблизости. Не находите странности на фото? Правильно, дымовые трубы не. Испускают дым и больше похожи на античные колонны. И если посмотреть на рисунок ретортной печи, то рождаются вопросы, а именно, для чего вообще эти трубы, если выходящие из топки газ и есть рабочий полезный продукт, который в трубу выпускать ну никак нельзя. Аналогичная картина на газовом заводе в Австралии. Труба тоже есть. И, как ни странно, не дымит. Это уже завод посерьезнее во Франции. Как видим, дым или пар идут откуда угодно, но не из труб. Во французских источниках фото таких заводов очень много. Все заводы стоят как близнецы-братья и отличаются только количеством труб. И снова нигде из труб не идет дым. И снова трубы стоят как-то отдельно от ретортных печей. Что может идти от этих труб к ретортным печам под землей? Наверное, надо посмотреть изнутри. Странная получается картина. Вся ретортная печь поделена на множество секций. И ниже отметки грунта там явно ничего не предназначено для доступа операторов. А как это все могло работать? Очевидно, в каждую секцию загружалось сырье для производства газа, а сам газ удалялся через трубы, расположенные снаружи, в какой-то коллектор вне данного помещения. Отработанное сырье удалялось вручную. Если секции расположены одна над другой, значит их равномерный нагрев шел негорящим. Внизу или вверху топливом. Сырье для сгорания и для выработки газа здесь явно было разделено друг от друга. И вообще, что могло нагревать эти секции внутри печи, если нигде не видно выходящего дыма? При таких колоссальных объемах его было бы видно обязательно. Значит, секрет фокуса надо искать в другом месте. Есть еще одна небольшая деталь ко всему вышесказанному. Газ надо не только произвести, но еще доставить до конечного потребителя. Для этого его надо собрать в емкость и создать давление, чтобы газ далее шел по трубопроводам до мест назначения. Фото этих емкостей также сохранились.